Здравствуйте, я Валерий Константинович. Просматривал видео с 16-й год. В конце фильма речь зашла по себе костик и их заглубление. В эту весну тоже актуально. Посылаю фото с надеждой, что они помогут для новых садоводов прорастить, точнее, понятие шейки. Какой вы молодец, Виктор. Проращивал кости после статификации под снегом в стаканчиках с песком. Затем высаживал на постоянном месте вместе с комнат песка. Прижилось без потерь, но все же некое заглубление в пределах не более 1 см. Теперь заглубление убрал, но фото можно видеть. О, вот теперь порядок. Это вам не Крамаренко, она ему советовала, что здесь вот закопать. А понимаете, почему они не могут понять, это все, так сказать, со степенями, что вот эта часть сгнивает. Абрикос самое нежное на вымерзание. Ой, на выплевание я заговариваюсь. Да. Самое нежное. У него, наверное, и эти, еще под снегом было. Что-то отстали в размере. В этом. Отсталый, видите как. Это же бывший плод. Плод, в смысле, мягкое. Ядро. Вот. Так что, ну что я вам скажу, Илья, спасибо вам. Снимок великолепный, снимок замечательный. Иногда, когда мне, если уж тему посадки, она важнейшая, уже в отчаянии говорит, ну что нам делать? Вы же сами пишите, заглубишь, сгниет, не заглубишь, сожрут там вороны, там эти, там эти самые. И может влаги не хватить, чтобы раскрыться, потому что высыхает. Я уже в отчаянии говорю, вот как в ваш случае. Вот. Еще нигде не написал, но уже в частном порядке говорю. Ну хорошо, но закопайте на сантиметр. А потом сделайте вот так. Бах от вас приходит фотография. Мне уже и делать не надо. Спасибо, Виктор. В общем, вы поняли, да? Семидоли. Видимо, она под землей может даже были. Вот. Но, в всяком случае, саженец вы спасли. Спасибо вам. А вот эта же фотография от вас же, по-моему. От вас же, по-моему. Здорово. Ну я надеюсь, что мульчирование такое, что здесь, поветривание полное, надеюсь. Вот эта фотография моя. У меня, я о чем хотел сказать. То ли пожалуйста, то ли поплакать, то ли материться. У меня дерево, оно и сейчас, это дерево стоит, как ничем не было. Ну, случился у меня несколько лет назад такой урожай. Вот. Все дерево, как дерево. Плоды. Ну, такие. Это Силман Джобс, оно не из, как сказать, не из выдающихся. Вот. И вот пришла пора, плоды упали, а на одной ветке они остались висеть. Провисели еще полтора месяца. Не падали. Вот. А я прекрасно даю себе, что это вертикальная ветка, она не снизу вверх, а сверху вниз висит. То есть, сверх ногами. Вот. Провисели полтора месяца, плоды упали, так я их даже не собрал. Сильно много, большой урожай был в принципе. Вот. Оно, я понял одно. Мне Бог посылал возможность собрать эти косточки. И, ну, вот тогда Ваулин еще ко мне не обращался. Это, скорее всего, его работа для института. Но я уже не мог потянуть. Я и так поставил тысячу опыта. Я сейчас обращаюсь, я забыл, но я хотел с вами на самом начале сказать. Я сейчас обращаюсь к А. Платоновой, Б. Крамаренко, В. Канчины, Г. Которая самая раскрученная в России, это самая, Октябрина Ганечкина. Вот. Я к вам обращаюсь. Пожалуйста, впредь, когда вы будете что-то делать, это я просто ни к теме, ни к этому фотографии. Будьте добры. Вот вы, например, посадили саженец. Естественно, не обрезанный. Вот. Один раз. И это все пойдет, фильм в вас же войдет. Что мы вот взяли 10 саженцев, посадили, и еще 10. Этого же сорта, с этого же питомника. На вид абсолютно одинаково. И обрежьте наполовину. И каждый год. И у вас еще больше будет зрителей, потому что это надо вам, это надо... И читатели газеты могут это. И любой телеканал, не обязательно. 10 и 10. Обрезанная наполовину. И нетронутая. Проходит год. Опять съемка. Еще год. И через 5 лет вы поймете, что вы дурили людей, когда на глазах всей России не обрезаны. Вот. Если такая ветка попадала, попалась, если бы действительно в то время я уже нужен был бы науке, все эти кости перешли бы в институт, и мы бы вырастили бы. Поздний абрикос. Вот до середины сентября висели. У меня первые абрикосы поспевают еще в июле. Середине сентября висели. Это же уникальный случай. Я их даже не собирал. Некогда. Кушать хочется, работать надо. Субтитры создавал DimaTorzok